Здравствуйте! В эфире программа под защитой закона. Все о работе Крымской прокуратуры. Завершается 2018 год, объявленный годом добровольца или волонтера. Крымские прокуроры не остались от этого в стороне. Масштабный марафон под названием «Помогать и защищать» включил в себя несколько этапов. Ветераны Великой Отечественной, инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Вот категории граждан, которые получили поддержку в рамках инициативы крымских надзорников. Конечно, правовая помощь и защита этих людей и без того является обязанностью прокуратуры. Поэтому главной особенностью марафона стало активное привлечение к нему широкого круга добровольцев. От активистов волонтерских и благотворительных организаций до неравнодушных бизнесменов и депутатов. Подробнее об акции и ее итогах в нашем видеоматериале. Задачей первого этапа акции «Помогать и защищать» стало содействие людям с ограниченными возможностями. Первоначально на выездных приемах опросили около 200 человек. Чаще всего они жаловались на отсутствие условий для свободы передвижения, как на социальных объектах, так и по месту жительства. К примеру, дом на одной из улиц Симферополя не был оборудован для потребностей инвалидов. И добраться куда-либо не представлялось возможным. Здесь проживают всего два колясочника, именно в этом доме. У девочки Анастасии Констромитиной у нее позволяет заехать, то есть пандус не нужен был. А вот Лени Бегуновой, конечно, не хватало. У нее пожилые родители и очень тяжело, она громоздкая немножко такая, ну, тяжело ее было спускать. Поэтому она к нам перестала ходить. Представители Центра социального обслуживания граждан обратились в районную прокуратуру с просьбой о помощи. Буквально через две недели вопрос был решен. По требованию прокуратуры управляющая организация «Центральный жилсервис», которая данный дом находится на обслуживании, посодействовала в этом вопросе. Они пришли к инвалиду, спросили, какой вам пандус установить. Установили этот пандус и теперь инвалид может воспользоваться данным спецустройством. Подобные вопросы на постоянной основе обсуждают на круглых столах, где принимают участие прокуроры и представители общественных организаций, органов власти и муниципалитетов. Благодаря этому информация о проблемах напрямую доходит до надзорников. В 2018 году они выявили 750 нарушений, за которые административную и дисциплинарную ответственность понесли почти 160 должностных лиц. Второй этап марафона заключался в помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Перед Днем Победы прокуроры провели выездные приемы почти 250 человек. Приехали на помощь и к Керчанке Нине Петровне Ковалевой. Участница Сталинградской битвы, несмотря на свои 97 лет, на здоровье не сильно и жаловалась. У нее другая большая проблема. Дом, в котором она живет более полувека, начал разваливаться. Вот эта хата, мы с мужем покойными, строили она на глине. Не на растворе камни ложили, а между камнями глина, а где пустота, там емлю засыпали. И она уже все развивалась. И это не единственная проблема. Водопровода нет, в санузел во дворе электрические провода подведены так низко, что крышу ремонтировать небезопасно. Три года ветеран пыталась добиться помощи, но получала только отписки от чиновников. Почти в каждом таком случае требовалось прокурорское вмешательство. В Алуште решили вопрос с ольготным земельным участком. В Феодосии организовали помощь в подтверждении статуса инвалида Великой Отечественной войны. В Армянске добились регулярного медицинского наблюдения для ветерана. В ходе марафона было выявлено множество проблем, в решении которых последнее слово оказалось за надзорным ведомством. На третьем этапе акции прокуроры занялись правовой поддержкой малообеспеченных и многодетных семей. Надзорники провели приемы 109 человек, которым выехали на дом. Людей интересовали вопросы получения и использования материнского капитала, обеспечения бесплатным питанием, школьной и спортивной формой, выделения жилья и земельных участков и многие другие проблемы. По всем фактам нарушений прокуроры приняли меры реагирования. В ходе марафона помогали не только юридически, но и материально. Прокурорским выездным приемом присоединились представители бизнеса и политических партий, которые дарили детям сладости и школьные принадлежности, организовали посещение кинотеатра. Мониторинг проблем всех трех категорий граждан, которым оказывалась помощь, прокуратура республики совместно с некоммерческой организацией Добро мира волонтеры Крыма организовала через аккаунты в социальных сетях на протяжении всего года. Итоги марафона подвели в конце ноября в Симферополе на пятом открытом тематическом форуме прокуратуры Крыма. По теме нарушения прав детей прокуроры в этом году добились привлечения к ответственности более чем тысячи должностных лиц. Также ведомство усилило надзор за исполнением закона по защите инвалидов и ветеранов. Куда можно обратиться с проблемами, которые возникли? Первое, возникает прокуратура, а потом уже адвокаты и другие органы власти и так далее. Это хорошо. Тысячи и тысячи, десятки тысяч жалоб рассматриваются на уровне региональных прокуратур, миллионы жалоб и обращения рассматриваются на уровне прокуратуры, если в целом по России. Четверть примерно этих обращений удовлетворяется. На форуме подробно рассматривали и проблемы доступности среды. Многие объекты инфраструктуры не соответствуют потребностям инвалидов. Ситуация хоть и меняется к лучшему, но слишком медленно. Хочется попросить и задействовать нас в эти моменты, чтобы советовали, чтобы мы подсказывали, как правильно сделать, чтобы потом не переделывать все это. Допустим, сдается новый дом. Строительные компании пошли по такому пути, самому простому и самому дешевому. Они покупают самые дешевые подъемники. И все, они соблюдают все нормы сдачи. То есть это доступное жилье. Но на самом деле этот подъемник, если он месяц проработает, это будет счастье. Подписали на форуме и соглашение о проведении совместных проверок, регулярном обмене информации по нарушениям прав инвалидов и о мерах по их устранению. Надеюсь, что действительно наша работа будет, вы правильно заметили, даже после вмешательства прокуратуры, делается не так, чтобы можно было потом этим объектом пользоваться, и бюджетные и иные средства используются не эффективно. Поэтому наша работа должна быть системной, постоянной и плодотворной. С окончанием года волонтеров взаимодействие прокуратуры с институтами гражданского общества не завершается. Традиция сотрудничества будет продолжаться, получая все более систематический и широкий характер. 119 человек в 2018 году в Крыму были привлечены к ответственности за коррупционные правонарушения. 98 материалов направлены в правоохранительные органы. Эта статистика подтверждает то, что коррупция по-прежнему остается в числе главных болезней нашего общества. То, что с проблемой можно и нужно бороться не только буквой закона, но и творчески, доказали в Республиканской прокуратуре. Там организовали всекрымскую акцию «Мы против коррупции». Подробнее в сюжете. Организаторы антикоррупционного марафона ориентировались на молодежь. Для каждой возрастной группы провели отдельные конкурсы. Младшие и средние классы выставили свои рисунки, старшеклассники писали эссе, а студенты занимались научными работами. Творчески раскрыться учащиеся вузов смогли в конкурсе флэшмобов под названием «Я взяток не даю». Коррупция – это тотальная угроза государственности, как Российской Федерации, так и других стран. И коррупция является тем преступлением, против которого необходимо бороться. И мы, как будущие сотрудники прокуратуры, сегодня тоже решили принять участие в данном мероприятии. Суть конкретного флэшмоба будет заключаться в том, что мы покажем, как общество борется против коррупции и побеждает ее, к чему, собственно, и надо стремиться. На импровизированной сцене закон, конечно, восторжествовал. Итоги же всех этапов акции подвели в Республиканской прокуратуре на четвертом тематическом форуме «Скажи свое нет». Его приурочили к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается ежегодно 9 декабря. Ежегодный форум, он проводится в рамках профилактических мероприятий. Обратите внимание общественности. Безусловно, нынешнее поколение, нынешнее поколение, на сегодняшний день уже перебороть его менталитет уже сложно. Поэтому стоит привлекать внимание молодежи. И сейчас менять их менталитет на той стадии, чтобы они менялись. И таким образом мы будем уходить к минимизации коррупции. Участники форума выступили с докладами о зарубежном опыте борьбы с коррупцией, практике применения норм отечественного профильного законодательства, проблемах и перспективах развития независимой антикоррупционной экспертизы. И в целом о тематическом просвещении в Крыму. На самом деле коррупция, она очень опасна для нашего общества. Никто не хочет оказаться под скальпелем врача, который купил себе диплом. Никто не хочет попасть в аварию с купленными правами. Поэтому проблема коррупции поднимается столь серьезно. И государственная политика формируется именно таким образом, чтобы в обществе было не тех, кто дает взятку, не тех, кто берет взятку. Победители конкурсов наградили благодарностями от прокуратуры и памятными подарками. Такие акции по задумке организаторов должны еще в юном возрасте формировать у крымчан правильную гражданскую позицию. И к другим новостям надзорного ведомства. Прокуратура Крыма сформировала план проведения проверок предпринимателей на 2019 год. Процедура такова. Контрольные органы присылают на согласование свои проекты плановых проверок бизнеса, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. И эти проекты надзорники должны утвердить. В этот раз прислали свыше 60 документов, предусматривающих более 3000 конкретных мероприятий по контролю. В итоге прокуроры исключили из списка каждую третью проверку, то есть всего более 1000. Одна из главных причин отказа в согласовании – нарушение периодичности проведения. Также прокуроры активно использовали совмещение планов, то есть установление единой даты проверки предприятия разными органами. В конечном итоге еще до начала календарного года удалось снизить административное давление на крымский бизнес более чем вдвое. Установка от руководства страны «не кошмарить бизнес» совсем не означает разрешение предпринимателям ввести свое дело, как вздумается, и нарушать закон. А борьба с коррупцией в республике не исчерпывается профилактикой и просветительскими акциями. Так, совсем недавно крупное крымское предприятие по инициативе прокуратуры было оштрафовано на 1 миллион рублей. Причина – взятка, предложенная представителем торгового дома ТЭС, помощнику прокурора Ленинского района, за решение вопроса о непривлечении к админоответственности. Сотрудник надзорного ведомства от МЗД отказался, а частная компания получила еще одно возбужденное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Продолжается и работа по выявлению случаев невыплаты зарплаты. Очередной сигнал поступил с предприятия «Крымстройинжиниринг», где, как выяснили прокуроры Киевского района Симферополя, за семь месяцев этого года образовалась задолженность перед 85 работниками. Общая сумма составила более 13,5 миллионов рублей. По итогам проверки прокурор района внес представление в адрес руководителя предприятия. Также тому было назначено наказание в виде админштрафа. А кроме того, материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела. По статье «Частичная невыплата зарплаты свыше трех месяцев директору может грозить до одного года лишения свободы». А просроченную задолженность уже начали погашать. Работникам выплатили более 5 миллионов рублей. Полный расчет с сотрудниками и расследование дела находится на контроле прокуроров. Это была программа «Под защитой закона». Все о работе Крымской прокуратуры. Смотрите нас в эфире «Первого Крымского» и «Крыма-24». Живите по закону. Увидимся в новом году. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова